С целью повышения безопасности и улучшения условий труда металлургов в 2015 году было проведено 123 мероприятия, доложил начальник управления охраны труда и промышленной безопасности ОМК Владимир Иванов. Суммарные затраты на украде по охране у нас остались 182 миллиона 306 тысяч рублей. В результате выполненных мероприятий в лучшем условии труда 150 работников комбината, в том числе 17 женщин. Затраты на приобретение спецодежды, спецслужб и другие средства в дальней защите, аптечек смывающих и обезвречивающих средств, молока, сока, вещества профилактического питания, в 2015 году составили 133,4 миллиона рублей, что на 29,4 миллиона больше, чем в 2014 году. Владимир Алексеевич отметил, что активное участие в работе по повышению безопасности при эксплуатации и ремонте действующего оборудования принимали сами работники комбината, подавшие 68 рационализаторских предложений, направленных на улучшение условий труда и снижение риска. С отчетом о природоохранной деятельности выступил начальник управления охраны окружающей среды Виктор Щеглов. Он подчеркнул, что особое внимание уделялось обращению с отходами производства и потребления. Проводились работы по модернизации газоочистки ДСП второго модуля. На данное мероприятие затрачено 1 миллиард 150 миллионов рублей. Для улучшения качества источных вод на реагенте для обработки воды оборотных циклов было затрачено 158 миллионов рублей. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту ЦБУ полигон захоронения отходов производства и потребления, третья очередь, 13 миллионов рублей и другие мероприятия. Главный инженер УМК Александр Тищенко подчеркнул, что и в текущем году серьезная работа по улучшению окружающей среды будет продолжена. Мы строим третью очередь полигоны захоронения отходов, которые хотим и того, или не хотим, при металлургическом процессе всегда образовываться. В этом году мы сделали проект, получили одобрение, начнем с современными материалами это все делать. И в следующем году мы его окончательно построим. Это очередные 10 лет будет комбинат обеспечен местом для захоронения наших промышленных отходов. Введем полностью 100% в работу газоочистку в электросталеплавильном цехе. То есть у нас все печи будут обеспечены новой газоочисткой. Главный специалист группы охраны здоровья ОМК Елена Львова в своем докладе отметила, что в 2015 году металлурги болели меньше. По сравнению с 2014 годом заболеваемость снизилась на 9%. Этому способствуют регулярные профосмотры и профилактика хронических заболеваний. На укрепление и сохранение здоровья работников направлена программа добровольного медицинского страхования, которая успешно реализуется с 2013 года. В прошлом году средства программы распределялись на организацию санаторно-курортного лечения, вакцинацию, МРТ-обследование, проведение дорогостоящего оперативного лечения и офтальмологическое лечение в центре поколения. Завершая совещание, заместитель председателя правкома ОМК Александр Сазаев отметил 40 лучших из 247 уполномоченных по охране труда и огласил итоги смотра конкурса среди подразделений по охране труда и культуре производства за 2015 год. Лидерами в своих подгруппах стали первый сортопрокатный цех, цех обжига извести, цех ремонта металлургического оборудования, цех отделки проката, управление пожарной защиты, торгово-производственное объединение ОМК, сок Белогория, цех химчистки и ремонта спецодежды. Почетные грамоты победителям вручили главный инженер комбината Александр Тищенко и председатель профсоюзного комитета ОМК Александр Лихушин.